Тяжело, но я не унываю, не опускаю руки, тренируюсь. Посмотрим, что будет на чемпионате России, который придет через три недели. Я надеюсь, что я успею набрать хоть какую-то форму. Под руководством тренера своего отца Сергея Захарова Женя вышла на лед КСК для технической тренировки. Ведь именно техника важна в спорте и не только в шортреке. Если у тебя нет техники, ты не сможешь ехать и на скорости, потому что центробежная сила очень высока. Мы ездим на скорости 45-48 км в час, если это быстрая дистанция. И, естественно, если у тебя неправильная техника, то ты не сможешь пройти поворот на этих скоростях. Совместная тренировка юных спортсменов вместе с именитыми шортрекистами имеет очень много плюсов. Воспитанники секции не только смотрят, как выполняет задание тренера их кумир, но могут и попросить у него совет. Если у тренера замыленный глаз уже на какое-то движение, то ребята, приехав, увидев маленьких спортсменов первый раз, можно сказать, на льду, они сразу видят ошибки, которые допускают, подсказывают нам, подсказывают ребятам. Благодаря победам наших спортсменов-земляков юные навуральцы с большим желанием приходят в спорт и очень часто выбирают шортрек. Когда дочь сюда пришла, у нее загорелось, тренера очень хорошие, что нравилось. А сын посмотрел на нее и решил тоже заниматься шортреком. Давно был? Ну, четыре года назад. Выбрал он шортрек. Ну, а второй внук просто приходил, сюда смотрел и по сопам старшего внука тоже пошел заниматься. Евгения Захарова поделилась с нами мыслями о том, как плодотворно может сказаться на развитии навуральского спорта строительство еще одной ледовой базы. Рассказала, чем хороший лед для хоккея, плох для шортрекистов. Не обошли стороной и итоги прошедшей Олимпиады, на которую Женю не пригласили. Ставка была на Семена, Семен сделал то, что он мог. Девчонки, у девчонок немножко не получилось в полуфинале эстафеты. Там, не знаю, может быть это волнение, может быть еще что-то, но в принципе они могли бороться за выход в финал, а там уже за медали. Но получилось как получилось и надеюсь, что на следующих Олимпийских играх такого не произойдет. И мы надеемся, что на следующих Олимпийских играх такого не произойдет, потому что в составе нашей национальной команды под национальным флагом будет выступать навуральская спортсменка Евгения Захарова. Продолжение следует...